Будучи в США в тот момент времени, когда уже подал на политическое убежище и выясняется, что выиграли лотерею Green Card, подавали заявку, будучи в Санкт-Петербурге, по супруге, то есть выиграла супруга, которая осталась в Санкт-Петербурге. Мы с супругой официально женаты. Просто я, муж, уехал в США по туристической визе и подал на политическое убежище. Как лучше всего поступить далее, чтобы получить Green Card, если ее, в принципе, можно получить в такой ситуации? Поехать в РФ, чтобы проходить медицинскую комиссию, интервью, и все оставшиеся процедуры, связанные с получением Green Card, то есть ему, может быть, проще было бы там пройти. Но он здесь уже подавал на политику, и он, может, себе откажет там, нет? Я чуть-чуть потеряла уже суть этого вопроса. То есть если человек подал на политику, а потом выиграл Green Card, то что делать? Жена выиграла в Питере. Он приехал, подал на политику, жена в Питере, выиграла Green Card. А ему надо ехать на собеседование туда, правильно? В Питер. Да. То есть проблема в том, что вам могут отказать, во-первых, потому что вы уже подали на политику, и скажут, что вы подавали фиктивное заявление на политику, и вы сейчас не боитесь вернуться обратно. Вот. Если честно, если правильно себя повести, может быть, закрыть дело в вашем случае, потому что поменялись обстоятельства и там уже нет, грозит вашей жизни опасность, то, по идее, вы можете, наверное, пройти собеседование по лотарее, то есть получить Green Card. Лучше всего, конечно, не рисковать. То есть если вы уже приняли решение идти по линии политики, вот, то лучше уже идти по этой линии. Потому что бывают такие ситуации, даже если шанс у вас 5% или 10%, что вы потеряете и то, и другое. Хотите ли вы идти на этот риск? То есть вы уже подали на политику, вы можете себе сделать проблемы и с одним вариантом, и с другим. Если вы выехали, и вам отказали, тогда, скорее всего, вас вообще не пустят. У жены не будет проблем, что у нее муж в Америке подал на политику, она пришла на интервью по Green Card. Лотерея. Поэтому у жены проблемы не будет. Наверное, в этой ситуации лучше всего, чтобы муж никуда не ехал, если подавала жена, и она заявитель, чтобы она подлучила Green Card по лотарее, а потом, если у мужа не получится с политикой, вы соединила его, когда у него будет гражданство. Конечно. Ну, мы уже говорили, есть ли случаи получения убежища из Восточной Европы. То есть в некоторых случаях, да. Да. Возможно ли первичная консультация со Светланой по скайпу, и сколько это будет стоить? Я бы, на самом деле, сказал бы, а как ее получить? Если честно, это возможно, и практически всем хватает одной консультации. Есть люди, которые по разным причинам берут несколько консультаций, и потом все эти консультации, их стоимость, вычитаются из стоимости дальнейшей работы, если она вам необходима. То есть сегодня... То есть вы хотите, чтобы я говорила о цене? То есть как получить консультацию? То есть вы пишете мне в электронную почту или звоните нам на офисный телефон. Мы вам даем реквизиты, как оплатить консультацию заранее. Вы пишете нам свой Skype ID и свои координаты, и мы эту консультацию назначаем. Сегодня у нас очередь, то есть где-то примерно 2-2,5 недели нужно подождать, чтобы эту консультацию провести. В некоторых случаях мы стараемся провести ее раньше, если там у кого-то какие-то срочные обстоятельства, но просто это если у нас позволяет время. Стоимость сегодня 250 долларов, и мы такое делаем промоушен, то есть у нас такой вот купон есть на 50 долларов, то есть финальная цена 200 долларов, это часовая консультация, и если она чуть меньше времени идет или чуть больше, то есть это стандартная цена. И вы можете нам позвонить или написать, и мы организуем такое время консультации. Насколько вообще имеет смысл ориентироваться на конкретный офис, видимо, иммиграционный, и локацию? Может ли это сыграть положительную роль, если кейс не железобетонный? Если честно, у вас нет права выбора, где вы будете проходить собеседование, вы будете его проходить по месту жительства. Поэтому, если вы заранее думаете, где бы вам лучше было бы успешнее всего пройти собеседование, то успешнее всего пройти в Калифорнии. Потому что исторически считается, что Северная Калифорния, Сан-Франциско, имеет самые благоприятные условия и самый высокий процент положительных результатов, хотя статистика идет общая по штатам, а не конкретная по Сан-Франциско. Но стоимость проживания дороже в Сан-Франциско, чем, скажем, в Южной Калифорнии, поэтому там очередь 5 лет, а здесь 2. Поэтому просто должны решить для себя, где у вас будет работа, где вас устраивает климат, где лучше учиться дети в школе и так далее, и устраиваться. Потому что, в принципе, закон один, иммиграционный, он федеральный, и он один, и правила тоже одни. Общая статистика 40 с чем-то процентов положительных результатов по всем штатам. Поэтому, в принципе, нужно сначала устроить свою жизнь, а потом правильно подготовиться к собеседованию. То есть я бы конкретно под конкретный офис бы не подстраивала. Но есть статистика по офисам, где больше дарят? Ну, нет сейчас статистики по офисам. Как бы считается просто в практике, что в Сан-Франциско лучше всего. Окей. А есть статистика по конкретно судьям, например, вот этот судья, тот судья? Бывает, но, если честно, у нас сейчас гораздо меньше людей, которые идут через суд. То есть у нас есть сейчас клиентов, которые идут через суд. Но в основном сейчас наплыв людей, которые приезжают и подают на статус беженца в административном офисе. И конкретно у меня практически все проходят с первого раза, поэтому у меня мало кто попадает в суд иммиграционный. А те, кто попадает, ну как бы есть статистика. Просто сейчас очень много судей, которые давали нехороший результат и ушли на пенсию, на наше счастье. А сейчас много молодых судей, у которых особо статистики нет. Вот, поэтому, если честно, очень плохих судей сейчас нет. И, ну, лучше всего, конечно, в суд не попасть. И если это люди, которые с нами начали работать, которые потом попадут в суд, в принципе, нужно правильно подготовиться, чтобы доказать свое дело в суде. Иногда в суде его легче доказывать, потому что там есть все-таки больше какого-то общения с судьей, и с иммиграционным прокурором, и, ну, есть какой-то шанс манипулировать ситуацию, как-то официально договориться со всеми представителями, чтобы как-то ваше дело прошло успешно. Брат полтора года назад уехал как беженец. Уже год ждет интервью. Неизвестно, сколько еще ждать будет. Наша мама уже на стену лезет. Так соскучилась. Хочет приехать. Вопрос, разрешат ли ей въезд, учитывая, что брат собрал, когда впервые въезжал в Штат, и ответил, что не имеет иммиграционных намерений. Это будет как-то учитываться. И говорит ли ей вообще на интервью, что сын уехал как беженец. Ну, смотрите, консультировать вас публично еще вот так, что вы говорите, что вы мне говорите, это как бы не очень хорошая идея, наверное. То есть я не могу вам советовать что-то скрывать или говорить неправду на собеседовании в посольстве. То, что брат или сын не указал, что он имеет иммиграционные намерения, он не соврал, потому что, по идее, у него они могли появиться уже когда он приехал в Америку. То есть это не проблема, что человек уехал и остался. Говорить на собеседовании, что сын беженец, наверное, тоже не обязательно. То есть можно сказать, что сын просто проживает, работает в Америке. И скрыть тот факт, что сын уже в Америке не получится, будет ли отказ стопроцентный, это тоже не обязательно, что будет отказ. Потому что у нас есть клиенты, у которых дети тут по 10 лет нелегально, и родители получили визу каким-то образом. Поэтому, может быть, есть шанс, что откажут, но если у родителей много поездок везде, если это дети совершеннолетние своими семьями, то это не гарантия, что человеку откажут. Лучше лишнюю информацию там не говорить, что дети делают, просто дети живут, работают. То есть они не знают, как живут и чем занимаются. Ну, а если честно, некоторые дети не понимают вообще, как один статус отличается от другого, и дети не всегда им говорят, что они подали на беженство. Если у них есть право на работу, они могли им сказать, что мы просто учимся и работаем. Правда? То есть дети не обязательно... А, то есть я, честно говоря, в визовых делах не понимаю, но... Ну, лучше вообще-то не говорить. Нет, просто дети живут и работают. Ну, как бы не нужно оправдываться и говорить, что вот я этого не понимаю, ну, как бы просто дети живут и работают. А как? Ну, да. Хотим участвовать в лотерее Гринкард, но есть одно неблагоприятное обстоятельство. У моего мужа в 1997 году, 20 лет назад, была судимость по статье «Хранение и ношение огнестрельного оружия». Суд постановил год лишения свободы. Наверное, судимость уже закрыта, так как прошло уже 19 лет с момента окончания срока отбывания. И, возможно, ему дадут справку о несудимости. Если справка будет несудима, нужно указывать в анкете «судимость» или можно написать «несудим». Мне кажется, что я видела ваш вопрос раньше. Извините, что я вам не ответила напрямую. Опять же, как адвоката я не имею права кому-то говорить, чтобы вы чего-то там где-то врали или не указывали. Но, наверное, мой совет такой, что вы берете заранее справку о судимости или несудимости, смотрите, что в ней, и соответствующе тогда отвечаете на этот вопрос. Потому что были случаи, когда люди проверяли, у них было написано, что судимости нет, а они писали потом, что судимость есть. И потом им говорили, представьте документ, дайте справку о несудимости. Человек брал справку, там написано, что судимости нет. Они говорят, а вы написали, что судимость есть, извините, мы вам отказываем. Поэтому лучше всего отвечайте в соответствии с тем, что показывает ваш документ. А бывает на самом деле наоборот. У меня был парнишка, студент, он где-то наркотики там проходил когда-то, и он был уверен, что у него снята судимость, потому что ему адвокат сказал, что снята. И он пришел к нам учиться, и когда он уже пошел на работу, его никуда не брали, потому что как только бэкграунд-чек делает, были зачитаны, что судимость есть. И там был целый шорох, потому что ему сказали, что нет, потом выяснилось, что они заполняли документы, чтобы сняли, но там вроде бы должны были снять, но как-то технически это не ушло. Нужно самим проверить, взять эти справки самим и посмотреть, что в них, а потом решать уже, что писать документы. То есть это может и туда, и сюда стукнуть? Да, лучше всего взять самим справки, потом отвечать на вопросы в соответствии с тем, что написано в этих справках. Сколько по времени длится собеседование с иммиграционным офицером на политическое убежище? Участвует ли в собеседовании адвокат? Адвокат может выступать в качестве еще и переводчика? Или обязательно это должен быть отдельный человек? Адвокат никогда не может выступать в роли переводчика, это строго запрещается. Адвокаты некоторые себя ведут по-разному, кто-то присутствует на собеседовании, кто-то нет. Я всегда присутствую на собеседовании, хотя в будущем есть такой шанс, что у нас молодые адвокаты в нашем офисе могут присутствовать на собеседовании при согласии клиента заранее. То есть если мы предварительно договорились, что есть шанс, что будет другой адвокат присутствовать. Но в принципе в нашей практике, в моем офисе у нас всегда адвокат присутствует на собеседовании, и я каждого клиента еще предварительно готовлю, репетирую с ними. Но адвокат не имеет права никогда выступать в роли переводчика. А длительность собеседования, если без переводчика, то есть если собеседование идет на английском языке, это минимум полтора часа, иногда два. Если с переводчиком, два с половиной-три часа, иногда и больше. То есть это довольно такое длительное собеседование, на самом деле потому что все просто очень медленно проходит. То есть это не допрос такой жесткий, где нужно очень быстро отвечать. Первые 30-40 минут просто чисто решаются административные вопросы, смотрят, проверяют, или у вас все правильно написано в анкете, адрес и так далее, визы. А чисто сама беседа, если на английском языке, она минимум час-полтора конкретная беседа. То есть нужно реально готовиться к этому собеседованию. Даже те люди, которые практически говорят правду, могут все равно как-то плохо ответить, потому что они просто не готовились, не подумали, что их там что-то спросят. А миграционный офицер решает, что человек что-то скрывает или обманывает. Поэтому, конечно, в идеале нужно подготовиться к собеседованию. И самый большой плюс, самая большая польза, можно сказать, моя, какой вклад в том, что я веду дело по беженству, это именно подготовка и поход на собеседование вместе с клиентом. Потому что какую ценность я вношу, кроме того, что я помогаю с историей, со всеми делами, скомпоновать все, посоветовать какие подтверждающие документы и так далее, я с каждым клиентом репетирую неоднократно их историю и делаю им, симулирую как бы собеседование, то есть сама его провожу заранее. И потом присутствую с этим человеком на собеседовании, и в конце мне дается слово, я имею право за клиента попросить что-то сказать. Присутствие адвоката, кроме заключительного слова, присутствие адвоката как-то дисциплинирует иммиграционного офицера как-то в рамках его заставляет держаться или что? Если честно, очень дисциплинирует, и адвокат, то есть я не могу говорить за других адвокатов, потому что я могу говорить за себя. То есть я уже в практике 14 лет, вот будет декабря месяца, и у меня как бы вот свой метод, своя стратегия, что и как я делаю, и это работает, поэтому я продолжаю это делать. То есть в принципе в основном все, что я делаю, это сижу и записываю, что сказал клиент и что спросили. Я также делаю какие-то заметки для себя, что и как происходит. Если мне что-то не нравится или если какие-то проблемы возникают, то я вмешиваюсь в процесс. То есть если клиент что-то не понял, если нужно что-то объяснить или добавить, если я вижу, что это к месту, я вмешиваюсь. И иногда бывает так, что переводчик не совсем что-то так переводит, поэтому, конечно, преимущество, если я знаю, если это русский язык или украинский язык, английский, то я могу вмешаться и сказать, что я услышала, что что-то было переведено не совсем так. В некоторых очень редких случаях бывает так, что офицер иммиграционный может предвзято относиться к моим клиентам. И я даже могу остановить такое собеседование и сказать, что мы придем в другой раз. И заставить, ну пару раз такое было, пару раз, вот, заставить их остановить собеседование и сказать, что мы не согласны его продолжать и пойти к начальству. Если начальство не соглашается, сказать, что вот мы сегодня отказываемся дальше продолжить и переносит на другой раз и назначает нового офицера. Вот, ну как бы самый большой вклад это то, что я в конце могу суммировать самое важное, что сказал клиент и объяснить офицеру иммиграционному, почему по закону этому человеку положен статус. Но на самом интервью он не даст в конце ответа, да? То есть вы должны идти домой, а вам по почте придет или как? Нет, не по почте, а процедура для всех одинаковая. То есть сегодня и уже очень давно. Правило такое, что по окончанию собеседования человеку дают бумагу, где написано число и время, когда прийти лично в этот офис за ответом. То есть обычно люди, это должна прийти вся семья. Иногда детям разрешают не приходить, но в принципе вся семья, которая подавала документы, должна явиться через две недели за ответом. И ответ дают на руки, и он в бумажном, то есть распечатанном виде, обычно там на несколько листов, да или нет, или в процессе решения, или вообще ответа нет. И тогда ждите по почте. Но ответ никогда не дают сразу. Это всегда процедура такая, что это через две недели. Вот такой интересный вопрос. Насколько реально, в практическом смысле, вот есть врач-хирург, хороший врач-хирург, и он хотел бы переехать в Соединенные Штаты. Такая виза, сякая виза, там, я не говорю, что-то профессиональная иммиграция. Вот есть какой-то путь для врача-хирурга? Для медработников им можно пользоваться обыкновенной H1B визой, также им можно подавать сразу на грин-карту, если у них какие-то экстраординарные есть способности. Но, в принципе, для медработников есть определенные визы. Но, кроме этого, медработники должны получить лицензию для того, чтобы практиковать в Америке. И если это рабочая виза, то у них должно быть предложение на работу. А для того, чтобы было предложение на работу, нужно получить лицензию в Америке. До того? Ну да. То есть, если человек едет как экстраординарный специалист, то, по идее, он может работать, скажем, делать какой-то ресерч, или как бы работать в лаборатории, или где-то научным сотрудником быть, или профессором, тогда не обязательно получать лицензию. Но если это будет врач-хирург, который хочет практиковать, то для того, чтобы ему эмигрировать, нужно получать заранее лицензию. То есть, не просто все. Ну что же, мы так движемся успешно. Вот как раз письмо из Чикаго. По приезду, я его сократил, там было большое такое письмо. По приезду в аэропорт Чикаго при прохождении таможенного контроля нас задержали, сказав при этом, что нас подозревают в эмиграции. Продержали в участке 24 часа, отправили назад. Можно ли исправить нашу ситуацию? Ну, там на самом деле были еще такие слова, что я бы взяла консультацию индивидуальную, говорит женщина. Но я думаю, если сразу нельзя, так что там буду 200 долларов тратить? Вот, вы уже там спросите на ходу. Дело в том, что вы же не говорите, что конкретно, в чем была проблема, во-первых. Во-вторых, ну как бы вы тратите деньги на что? На то, чтобы вам индивидуально сказали. То есть, как бы вот я это, не знаю, для себя, не знаю, придумала такой термин. Может быть, это теперь мой личный такой, как, не знаю, почти запатентованный такой термин. То есть, я ставлю своего рода эмиграционный диагноз, и потом я решаю эту проблему. Ну, почти как врач, да? То есть, вы платите за то, что вам ставят этот диагноз и дают вам рекомендации, как его исправить. То есть, за это вы платите деньги. То есть, вы не платите деньги за то, чтобы вас пустили обратно в Америку. А вы платите деньги за совет. Вопрос в том, что если в принципе ничего сделать нельзя, тогда уже не надо и совет. То есть, вот и вопрос такой. Ну, а кто тогда должен на него бесплатно ответить на этот вопрос? То есть, вопрос же задают адвокату, профессионалу, а не задают соседки или подружки, правильно? То есть, по идее, не зная, что произошло и как произошло, ситуацию нельзя исправить. То есть, если, в общем, спросить, вот нас завернули, что делать, то как можно ответить на такой вопрос? Все, понял. Хорошо. Окей, это да. Могу ли я жить в Тампе, Флорида, если кейс буду подавать в Майами? Я думаю, что Майами там большую территорию покрывает. По идее, да. То есть, это вся Флорида относится к Майами. То есть, на сегодняшний день все, кто живут в штате Флорида, относятся к Майами. То есть, да. А не больше, чем Флорида? Может, там еще пару штатов там где-то они? Сегодня, сегодня Флорида вся проходит собеседование в Майами. То есть, безусловно, можно и, может быть, даже и нужно. Так, адвокат предложил подать пустой кейс на убежище на одного из супругов. То есть, формально подходящие потребления, чтобы быстрее оформить разрешение на работу. Сказал, что позднее можно будет нормально подготовить материалы, доработать ее, сделать новый кейс для другого супруга. Правильно ли он мне советует? Ну, правильно, наверное, я тоже так советую сегодня. Так как историю никто заранее не читает, то для того, чтобы иметь больше времени над ней поработать, то я иду по той же самой стратегии сегодня. Чтобы иметь больше времени поработать, не задерживая получение разрешения на работу для человека. Правильно. Но даже если мы потратим 2 или 3 месяца и потеряем это время для работы, если честно, у вас потом 2 или 3 года, пока вы будете ждать собеседования. Поэтому вы теряете возможность внести какие-то дополнения или поправки в вашу историю, если вы ее подадите заранее. Ее до собеседования никто читать не будет. У нас тут был случай очень интересный. Пару месяцев назад паренек, он у нас работал какое-то время, ну, с Украины откуда-то. И у него был кейс по принятию, так сказать, активного участия в деятельности партии Юлии Тимошенко. Ну, и он тогда еще при Януковиче все дело было. А сейчас ему на интервью идти. Значит, и как бы, да, мир-то изменился сильно. Ему в итоге дали. То есть они там что-то там сидели, сочинялись со своим адвокатом. Он мне спрашивал очень горд этим случаем. Не сочиняли, отрабатывали. Да, они как подать информацию, да, как его кейс подать в новых условиях. Но, тем не менее, поэтому можно написать, конечно, было и два года назад, или три. Но, в принципе, в конечном счете, с кейсом надо было формулировать ближе к интервью. Ну, как бы можно написать заранее, а потом делать поправки, но просто гораздо сложнее что-то забирать из истории. То есть можно добавить, но если вы уже успели подать, то потом очень сложно что-то поменять. Я знаю много людей, много, которые в претензии к своим иммиграционным адвокатам за то, что они им не в первый день там эту историю оформили, а тянули, вот как они говорят, там до последнего и так далее. Они просто не понимают, что гораздо правильнее это сделать ближе к делу, чем за два года до того. Вы знаете, просто ситуации все отличаются одни от других. Есть люди, которые боятся, что они что-то забудут или какие-то документы не смогут достать, поэтому они хотят начать работать над историей раньше. И мы как бы никого не останавливаем в таких случаях. То есть можно над ней начать работать раньше, но потом ее отправить позже. То есть не обязательно начинать ее писать через два года, если людям это сложно. А есть такие люди, у которых особо нет сильной истории, и нужно время, чтобы подумать, вспомнить и чего-то написать. И особенно если это по политике, то может быть что-то поменяется через год или полтора. Зачем писать историю сейчас, когда потом, может быть, она будет более выгодно выглядеть. Но я не знаю, то есть я не очень люблю, когда мне клиенты говорят, что вот у других людей адвокат сделал вот так, а почему вы делаете со мной так, если честно, я очень это не люблю. Потому что я вижу, как лучше для каждого клиента и так сама. И у нас вот в этом году были люди, которые подавали сами или через кого-то другого, и пришли к нам уже, когда была дата собеседования назначена. И мы абсолютно переписывали с нуля всю историю, потому что та история, которая была написана, она была неправдивая частично, и она не прошла бы. А оказалось, что у людей есть свои факторы, которые были правдивые, которые тот человек, которым помогал два года назад, абсолютно не учел, потому что посчитал, что в них не поверят. А мы за несколько недель написали историю по реальной жизни этих людей, готовились через день, пару недель, и эти люди получили с первого раза. Можно сказать простым языком, что если у тебя иммиграционный аппендицит, то какая-то разница, кому вырезали иммиграционную грыжу. Уже лучше, чтобы тебе твой аппендицит вырезали. Значит, этот вопрос часто задают, и мы на него часто отвечаем, но он такой, как бы, там много кипиша вокруг него такого происходит. Значит, когда подавать на политическое убежище? В течение легального статуса или без разницы? Про то, что в течение года я знаю, как человек. Но вот в какой момент? Потому что менялось. Раньше все говорили, надо дождаться, пока ты выйдешь из статуса. Сейчас говорят, так долго ждать, что можно подавать там сразу. Некоторые говорят, что сразу-то сразу, но хотя бы месячишко надо подождать, или там два. Смотрите, если вы не едете в Новые Орлеаны или Бостон, где мы еще не знаем, сколько времени людям нужно ждать, если вы едете туда, где очередь минимум два года, то нет смысла ждать, пока у вас закончится ваш легальный статус, но желательно в первый месяц не подавать, чтобы не выглядело так, что вы имели иммиграционные намерения. Поэтому, наверное, чем раньше, тем лучше, тогда быстрее получите право на работу. На сайте USCIS, иммиграционная служба фактически, да? Пишут, что в течение 90 дней с момента принятия документов должно прийти по почте новое разрешение на работу. То есть у него было разрешение на работу, и он раз в год должен продлевать. И вот говорят, что... Я, кстати, вижу людей, у которых просрочивается эта ситуация. Он должен подать снова. В течение 90 дней ему пришлют новое. А как это происходит на самом деле? Приходит ли разрешение в течение 90 дней? И каковы действия на случай, если старое истекло, а новое не пришло? Бывает? Ой, бывает. Можно или нет официально работать в компании при таком раскладе? Вот у меня студент, допустим, у меня много ребят, которые в подаче. Вот раз не продлил. Точнее, как-то вот выпало. А он в Гугле, а он в Майкрософте, а он там где-то. И как ему теперь быть? Смотрите, что происходит. Когда получил первое разрешение на работу, то право на работу есть. Карточка, срок действия карточки просроченный. И очень часто водительские права или ID, они тоже привязаны к сроку действия разрешения на работу. Поэтому нужно каждый год продлевать разрешение на работу для того, чтобы было право продлить ID или водительские права. Но право на работу не пропадает, когда карточка заканчивает свой срок действия. Поэтому просто для того, чтобы был документ легальный и чтобы был driver license, то есть права или ID, то нужно вовремя продлевать разрешение на работу. Но право от этого не пропадает. То есть пропадает просто действие самой карточки. Обычно продление нужно ждать меньше, чем первоначальное получение карточки. Это только если какая-то произошла стычка, там люди переехали адрес, там вовремя не, допустим, обновился. Или просто была какая-то задержка административная, то не должно вообще рассматриваться больше, чем месяц продления. То есть очень часто мы видим 2-3 недели, людям рассматривают продление. Вот 90 дней это очень много. То есть обычно, если через дней где-то 45 не пришло, можно делать запросы, тогда ускоряют все. А нельзя перестраховаться и подать за 120 дней? 120 это самое большее, ну как бы максимально, за сколько заранее можно подать. Должно оставаться меньше, чем 120 дней для того, чтобы подать продление. Единственное, что люди же потом расстраиваются, что если вы подали, скажем, за 120 дней, допустим, 110 дней, и вам через 2 недели пришел положительный ответ, что вам продлили, вы же потом через 120 дней опять будете продлевать. То есть вы этих пару месяцев теряете, которые вы заплатили каждый раз, вы платите 388 долларов. То есть вам отрезают от старого. Да, то есть вам дают срок действия новой карточки на тот момент, что вам ее одобрили. Поэтому как бы за много заранее тоже не хочется подавать, чтобы не терять эти деньги. Но перестраховщики, наверное, если вы боитесь, что вдруг что-то затянется, то, по идее, можно за 3 месяца подать. Но, в принципе, я считаю, что где-то месяц-полтора на продление вполне достаточно. Мне это напоминает фразу Троцкого о том, что Москву строил пьяный архитектор. Вот такое ощущение, что люди как-то вот они... Хитряты здесь и там? Нет, ну что за правило? Так если у меня карточка, скажем, право на работу заканчивает с 30 марта, и я за 4 месяца подал. Так что же они мне не продлевают на год, а отрезают от этого места? Я... Как же это... Это надо... Знаете, это специально, как в советской столовой, например. Берешь обычный чай, а пить невозможно. Вот что можно сделать с чаем, чтобы пить было невозможно? Знаете, вроде чай и чай. Вот это как в советской столовой. Они что-то... За пределами... Нет, ну я понимаю, у них процесс там... Если честно, это просто компьютер. Вот и все. То есть человек подал на предление, они одобрили, и с этого дня дают год действия карточки. Вот там вопрос такой был, он большой, и я его толком не смог понять, потому что там очень-очень много тонкостей. Но вот у нас человек какой-то крюмембер, вот он, допустим, он прибывает в Соединенные Штаты для того, чтобы там загрузиться на корабль, и оттуда уже куда-то поплыть. И вот у него виза, он тут даже как-то ее назвал, C1-DC. Такая. Значит, вопрос такой, если он въехал в страну вот с этой визой, может ли он с этой визы подавать на эсайлум, потому что там есть какие-то разные определения в разных источниках, и по каким-то из них получается, что он как бы в это время не совсем в стране находится, а как бы не поймешь чего. Ну, как бы это единственное, что он может, это подавать на статус беженца. А может. Такие смены статуса не может, а на беженство может даже тот, кто перешел границу. Просто любой человек, который физически сюда попал, может просить статус. То есть, можете всей командой, друзья, значит, обращаться. Я помню, как во время ГКЧП целый какой-то там корабль пришел, такой тур какой-то, я не знаю, пришел в Сиэтл, и вот эти три дня, которые там были, они всей командой, и чуть ли не все пассажиры там подали на политику. Вот, как-то так что. На самом деле, это фактически распространяется на людей, которые работают на турах, на круизных лайнерах. То есть, они могут это. С борта прыгнул, допустим, и поплыл там, и все. Есть такие случаи? Нет, напрыгнул, потому что он просто поплыл. Да, есть случаи. Ну что же, хорошо. Честно сказать, у меня вопросы кончились. Но, может быть, вы и так, обобщая что-то такое скажете из последнего. Вот, знаете, было много вопросов по поводу реформы. Говорят, вот, ну будет же какая-то реформа. Ну вот. Умейте в виду амнистия? Или просто иммиграционная реформа? Иммиграционные какие-то. Да, какие-то законы. И помимо того, что вот разные там кандидаты в президенты по-разному этот вопрос там интерпретируют, но, может быть, есть что-то такое, что уже все равно делается. И мы знаем, что на подходе что-то. Пока что мы не знаем, если честно, что-то есть на подходе или нет. Люди переживают, что вдруг поменяется президент, что поменяется в иммиграционном праве. За последние, не знаю, несколько десятилетий особо мало чего менялось с сменой президентов. В принципе, у президентов есть много работы, и у Конгресса нашего тоже, поэтому иммиграционные вопросы, они всегда стоят последние на плане работы. Поэтому навряд ли что-то поменяется в ближайшем будущем. Поэтому я бы особо за это не переживала. По поводу разговоров о том, что беженцев будет меньше запускать, скорее всего, эти законы будут как-то отражаться больше на вопросе мексиканской границы. Я бы больше переживала, что поменяется или может поменяться в России касательно открытия виз и так далее, чем то, что поменяется здесь на месте. В смысле выездные? Я имею в виду, что будет пускать, не будет выпускать. Я бы больше, если честно, переживала за это, чем за то, что иммиграционные законы так поменяются, что люди не смогут здесь легализоваться. Я думаю, что более актуально думать о том, как вам выехать и когда. А вопросы юридические, вопросы политического убежища находятся как бы в домене иммиграционного закона? Ну, естественно, иммиграционного закона, но по сравнению с другими вопросами, то есть вот есть как бы такой вот, не знаю, список вещей, которые Конгресс и президент должны решать. То есть такая адженда. И обычно иммиграционные вопросы, они всегда последние в этом списке. Когда вопросы касательно экономики, политики страны в общем, не иммиграции, то есть их решают первым, безопасности и так далее, то иммиграционные законы меняются очень медленно. А вот такой вопрос, как бы вот с вашей колокольни, из вашего окошка, с которого вы смотрите на мир. Действительно, вот нам позарез нужен забор с Мексикой, чтобы ограничить. Или это на самом деле, даже если бы забор уже стоял, это мало на что бы повлияло. С точки зрения проблем, которые у нас реально есть. Я не думаю, что это наших слушателей так особо интересует, вопрос как бы границы с Мексикой, но я думаю, что это больше гуманный вопрос для Америки, чем что-либо, потому что, ну, как бы забор никогда людей не останавливал, правильно? То есть кому надо, тот и так попадет сюда. Вот. Я бы сказала, что как-то надо каким-то путем получать визы. Люди спрашивают еще про Гуам, да, то есть как бы в принципе... Да, это каждый раз у нас, каждый раз мы собираемся. Можно, смотрите, какая ситуация. Дело в том, что на Гуаме подавать можно, скорее всего, собеседование будет там, но вы не можете попасть на территорию Америки, пока вы статус не получите. Поэтому там условия жизни не очень хорошие, уже лучше в Новых Орлянах пожить. То есть это не будет тюрьма на Гуаме, если он подрастет? Это не будет тюрьма, но там как бы условия жизни, кто там хочет жить. Это же не зря, это не распространенный метод попадания в Штаты эмиграции, потому что там условия жизни такие, что лучше жить в России, я думаю. Ой, тогда действительно негуманно. Вот. Ну, я не знаю, я думаю, что, наверное, все на сегодня. Хорошо. Ладно, давайте тогда мы... Я тогда, как ведущий, я поблагодарю наших гостей, Светлану, и я поблагодарю тех, кто нас слушал, и надеюсь, что вам было интересно. Я извиняюсь, что мы не все вопросы как бы вынесли, потому что я в очень положительном ключе пытался подсобрать то, что можно подсобрать, но просто действительно есть какие-то вещи, которые или мы уже сто раз отвечали, вот надо просто посмотреть там и так далее. Мне кажется, неплохо у нас получилось, правда? Мы так... Да. Хорошие вопросы были. А то... Мне говорят, а что вы этот вопрос зачитываете и смеетесь все? Говорят, зачем тогда зачитывали? Ну, я уже так это брал, чтобы не смеяться. Да, но мы не смеялись. Вот я хочу, можно сказать, на самом деле, пару слов, да? То есть тем, кто играет в лотерею, вам желаю удачи, вот, чтобы вы выиграли. И, ну, старайтесь все-таки говорить правду и не делайте так, чтобы от вашего имени подавалось несколько заявлений, потому что вас дисквалифицируют, и, как бы, отговорка того, что вы подали от себя, кто-то подал тоже от вас, и вы не знали, но это не поможет вам. Поэтому все-таки лучше подавать только одно заявление от одного заявителя. Вот. Если вы думаете о экстраординарной категории, но при желании, если какие-то хоть минимальные, как бы есть, вот какая-то база, то, в принципе, при желании можно практически всем построить дело, по любой, на любую тему, да, с любым, скажем, с любым образованием, вот, в любой сфере, при желании можно построить дело по экстраординарным способностям. Вот. То же самое с беженством. Если есть желание, есть какие-то предпосылки, то, в принципе, при желании подготовиться можно. Вот. Так что вам всем удачи, и спасибо за ваши вопросы. Я вообще думаю, что одна из жемчужинок таких вот, вот этой встречи нашей состоит именно в том, что вот, когда такой был вопрос, мне казалось, что он такой больше даже забавный, про экстраординарные там для программиста, я думал, ну это так как. Посмеяться просто, да? Ну, типа, ну да. Но и вдруг мы так, опа-на, оказывается-то, смотри-ка, оказывается можно, и мне вот это вот, я считаю, что это некоторые достижения мы тут сегодня сделали, потому что мы открываем какие-то просторы для мысли, для действия, для осмысления ситуации. Это очень здорово, я считаю, очень здорово. Вы видите, это вариант для тех, у кого не получается с H1-2 визой, кто сам может доказать, что может внести какой-то оригинальный вклад. Поэтому подумайте на эту тему. Хорошо, давайте так рукой помашемся, скажем. До скорых встреч. До свидания. Спасибо.